Жить без полицейских может человек Да? Вы перед «может» тогда сделаете, чтобы связать, да? Может человек, человек это звучит гордо На! Теперь, да? Контрастные образы, необычные интонации, в новой постановке важна любая деталь На репетиции солисты стараются прочувствовать каждую ноту Здесь смысл должен быть во всем, даже в дыхании и паузах Командует оперным парадом именитый столичный режиссер Георгий Исаакян Спектакль «Леди Магбет Мценского уезда» не первая его работа в Самарском оперном театре 20 лет назад он ставил здесь оперу Джакомо Пучини «Богема» Режиссер обещает, новая постановка поразит самарскую публику Это опера-детектив, опера-триллер Изысканная разработка персонажей, характеров, ролей Тонкая психологическая проработка Вот это все, я думаю, что мы беремся вам пообещать Этот феномен музыки Шостаковича, он состоит в том, что чем глубже, чем ближе ты к нему приближаешься Тем он больше засасывает тебя Вот просто как омут Я это вижу, я это слышу по работе в нашем театре У оперы великого композитора Дмитрия Шостаковича «Нелегкая судьба» Впервые ее поставили в 30-е Спектакль подвергся жесткой критике и про него забыли почти на 30 лет В 60-е опера была представлена публике в новой редакции и называлась Катерина Измайлова Самарские зрители увидят изначальную версию произведения под названием «Леди Магбет Мценского уезда» Постановка приурочена сразу к двум юбилеям – 110-летию Дмитрия Шостаковича и 85-летию Самарского театра оперы и балета Мы с вами видим, насколько серьезно вырос и профессионализм, и постановочный уровень наших спектаклей И костюмы, и декорации, и исполнительский уровень И, в общем-то, можем говорить, что и театр находит свое признание и в Самарской области, и за пределами нашего региона Ждать премьеры знаменитой оперы самарцам предстоит еще почти два месяца Она состоится 20 и 21 мая Алина Чемерис, Максим Гусев, События Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...